Здравствуйте, сейчас я вам покажу гайд, как сканировать в нулях, или в овах, или без разницы где. Для того, чтобы начать вам сканировать, вам необходимы вот эти шесть навыков. Их описание можно прочесть на каждом из этих книг. Для новичков этих навыков будет достаточно в четыре, а если уже заняться конкретно этими семи делами, то можно качать их в пять. Археологический навык предназначен для взламывания реликов, то есть тех же артефактов. Хакинг для дата-сайтов. Их желательно, конечно, вкачать сразу в пять, для того, чтобы лучше зарабатывать деньги и лучше взламывать артефакты вместе с дата-сайтами. Астрономексис вам понадобится для вот этого навыка, кора-проба-лаунчер. Вот три основных навыка для того, чтобы вам начать сканировать. А астрономекс-3 уже вспомогательные, дающие бонусы для сканирования. На экране я продемонстрировал четыре шипа, каждые разы, на которых можно для новичков пробовать сканировать летать. Бонусы на всех этих четырех шипах одинаковые, можно выбирать на свой вкус. И я бы посоветовал его, конечно, пробу. У него можно возить еще дронов, чтобы можно было сполвнуть других сканерщиков. Также у этих шипов есть и два версии, она, конечно, намного ярче. Тут бы, конечно, я посоветовал бы летать на Голенском. Так как он может возить дронов хотя бы одного, но сполвнуть, допустим, может второго сканерщика, который уже будет ломать датасайты или артефакты. И бонусы у него довольно-таки уже хорошие. Для более опытных пилотов я, конечно, лучше советую летать на Астера. Довольно-таки хороший шип, он может дать отпор не только Грегату. Я умудрялся выбивать и Танхун, и Т-3 шип Т-строновый, и даже Орху. В него помещается 15 легких дронов. Еще один из обязательных технологий, это плока. Ее нужно выучить обязательно, для того, чтобы вы могли маскироваться в плоскости. Пусть вот нашли неизвестные источники, пропускаем пробки. Вот наши два неизвестных источника. Первый и второй. Субтитры создавал DimaTorzok Вот нашли мы ее уже на 100%. Попробуем найти вторую. С первого раза не получилось, продемонстрирую, как дальше ее искать. Нажимаем два раза на источник. Ставим наши зонды ровно так, как получилось на видео. И уменьшаем немного их размеры. И снова пробуем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Насканировали на 70%. Ищем дальше. Субтитры создавал DimaTorzok Вот и нашли. Для того, чтобы вернуть свои пробки на корабль, нажимаем вот эту кнопочку «Вернуть активные зонды на корабль». Чтобы их перезарядить, нажимаем правой кнопкой и перезаряжаем. Продемонстрирую еще раз в другой системе. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...